Монумент Аплодисменты Сегодня в Алексине состоялось торжественное открытие памятника воинам-химикам в честь 70-летия Победы. Памятник установлен в сквере перед заводоуправлением Алексинского химкомбината. Автором стал московский скульптор Николай Прокофьев. Монумент изготовлен в форме куба с бронзовыми барельефами, изображающими уходящих на фронт сотрудников комбината и его работников в годы войны. В годы Великой Отечественной войны 89 сотрудников Алексинского химкомбината погибли. Мы каждый год пытаемся отдавать им честь и память и хранить эту память. Мне кажется, сам памятник это очень вещественная память о том подвиг, который они совершили. Мы готовились к этому событию достаточно давно. Я рад, что оно состоялось. Сегодня, собственно говоря, собрались очень многие ветеранные предприятия. Я думаю, для всех очень важно эту память сохранять для того, чтобы наши дети, будущие сотрудники Алексинского химкомбината, тоже знали об этом подвиг, который был. Яркую страницу защитники и жители города Алексина вписали в историю Великой Отечественной войны. За два месяца непрерывных боев на Алексинской земле частями Красной армии были сорваны планы противника по окружению Тулы, остановлены наступление немецко-фашистских войск на данном участке фронта. Действительно, события, скажем так, очень значимые. За последние несколько лет на территории района не открывалось. Именно памятников, которые были посвящены работникам того или иного предприятия, погибшим или работавшим в ТЛУ в годы Великой Отечественной войны. Это первый памятник. Это очень приятно, что руководство предприятия химического комбината помнит об этом и уделяет этому очень много внимания. Мемориальный комплекс станет достойной памятью всем сотрудникам химкомбината, ушедшим защищать Родину в годы Великой войны и трудившихся во имя нашей победы в ТЛУ. На самом деле, этот памятник был подготовлен в рекордные сроки. Хотелось бы, во-первых, высказать слова благодарности именно за это. Во-вторых, он символичен, потому что, если вы посмотрите фрески, бронзовые фрески на этом памятнике, ключевой из них является памятник фигуры рабочих возле станка. И здесь представлены как раз-таки разные профессии. И литейщики, и инженера, и фрезеровщики. И этот памятник настолько символичен и памятен, что я надеюсь, у него хорошее будущее. И возложение цветов к этому памятнику на святые для русского народа праздники станут хорошей традицией. Анастасия Жукова, Иван Коваль, Телетума.